День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы продолжаем тему установки водяного знака на изображение вашего друга. В предыдущей статье я писала, как можно установить водяной знак, используя плагин. В любом случае, плагин вносит какие-либо корректировки в ваш сайт. Возможно, он будет конфликтовать с какими-то ранее установленными плагинами или будет влиять на скорость загрузки вашего сайта, что, будем говорить, не слишком хорошо. Поэтому я обычно устанавливаю водяной знак, используя вот такой инструмент, как пастовый какт. Я использую этот инструмент тогда, когда работаю с изображениями при загрузке, например, в интернет-магазине. То есть в интернет-магазине показывается конкретное изделие, созданное автором. Поэтому для того, чтобы это авторство закрепить на этом изображении, я использую такую возможность работы с фастовым кактуром. Давайте посмотрим, как мы можем работать с этим инструментом. Итак, открываю пастовым кактуром. И вот здесь в опции, где нарисована палитра, я вижу вот такую опцию автор-края водяной знак. Здесь я просто вставляю в этот чекбоксер галочку, и у меня появляется возможность работать с водяной знак. Вот эта вот часть синяя, она показывает изображение, размер вашего рисунка. Сюда мы можем загрузить любое изображение с вашего компьютера. Давайте возьмем, например, такое изображение. Это изображение будет нормально выглядеть здесь по размеру, но, как видите, это изображение у меня не на прозрачном фоне. То есть вот эта часть будет загораживать часть вашего рисунка. И даже если я эту прозрачность увеличу или уменьшу, то в этом случае все равно это белое поле будет мешать. Поэтому я хочу установить сюда изображение, которое у меня является изображением в формате PNG. Но видите, размеры его 300 на 225. То есть это достаточно большое изображение. Это изображение, вот я увеличу часть его непрозрачность, оно будет занимать практически четверть, даже больше вашего, вашей картинки. Поэтому нужно провести определенную работу, чтобы уменьшить это изображение и сделать его на прозрачном фоне. И так как мой блог посвящен начинающему блогеру, я покажу все буквально по шагам. Начинаем с того, что то изображение, которое мы хотим установить, нам нужно открыть. В какой программе он у вас будет открываться, это практически неважно. Нужно открыть в той программе, где у вас есть возможность изменить размер этого изображения. Его можно изменить, например, в PowerPoint. Или, вот как в данном случае, я использую Paint. Я специально показываю именно эту программу. Почему? Потому что очень многие ей пользуются и знают, как изменять размер. Размер здесь изменяется очень быстро. Просто мы устанавливаем в чекбоксе кнопку проценты и меняем сам процент. Вот он, процент. У нас наберем половину меньше. Сейчас это уменьшится изображение, вот оно изменилось. Теперь мне осталось только его сохранить. Я его сохраняю в формате PNG. Но ситуация заключается в том, вот я сейчас его забрала, напишу, что это чашка кофе один, да. При сохранении у меня появляется вот такая плашка, что прозрачность будет уперена. Но я продолжаю. Ничего страшного в этом не будет. Закрываю данную программу. И для того, чтобы убрать белый фон, открываю вот такую программу. Пикселар-эдитор. Это программа. Я о ней писала на своем блоге. С ней очень легко и просто работать. Открываем вот эту информацию. Загружаем наше изображение с компьютера. Это у нас чашка номер один. Вот она, чашка кофе у нас номер один. Посмотрите, размер у нас 150 на 113. Мы загрузили ее, эту картинку сюда, исключительно для того, чтобы убрать фон этого изображения белого. Поэтому я делаю следующее. Я раскрываю свои, кликнув вот на этот знамочек дважды. Беру вот такую волшебную палочку и кликаю по фону. Видите, у меня появляется возможность удалить фон обычной кнопкой «Делить». И как видите, вот эти шашечки, они показывают нам, что в данном случае фон появляется прозрачный. Но вот здесь у меня под пальчиком еще остался фон. Я его тоже убираю. И вот здесь вот около чашки тоже есть такое белое пятнышко. Давайте мы его выделим. И тоже назову «Делить». Теперь моя задача просто сохранить это изображение. Вот я пишу «Сохранить формат PNG». Но ставлю здесь уже двоечку, чтобы у нас было еще второе изображение с таким форматом. Чашка кофе 2. Все. Открываю заново наш постон «Капчур». Вот сюда захожу в водяной знак и загружаю сюда чашку кофе под номером 2. Вот, посмотрите, вот она здесь установилась на белом фоне. Ой, извините, на прозрачном фоне. И небольшая она очень хорошо встала там, где я считаю нужным, чтобы она стояла. Вот, посмотрите, я могу просто передвинуть этот водяной знак, захватив его левой кнопкой мыши. Я его устанавливаю в этот угол. У меня есть возможность переместить вот здесь, используя вот эти опции, переместить мой водяной знак в любое место изображения. Я могу сделать его менее прозрачным, это изображение, или сделать более прозрачным. Точно так же я могу загрузить сюда вместо изображения, например, адрес своего сайта. Я кликаю «Ок» и уже могу работать с инструментом захвата экрана на своем компьютере со своими изображениями. Давайте мы попробуем провести эту работу. Вот я открываю в Яндекс.Картинку любое изображение. Давайте вот это изображение, я сделаю его побольше. И сделаю скрин это изображение. Вот, посмотрите, вот здесь чашка, вот она здесь. Естественно, вам нужно, прежде чем начать работать, надо посмотреть. И, возможно, нужно сделать это изображение менее прозрачным. Здесь вот такая чашка очень хорошо, ну, так сказать, очень яркое изображение. Если мы возьмем что-то побледнее, ну, вот, например, вот это изображение. И попробуем. Поздаем, что в правом углу будет эта чашка. Вот так вот. Видите, вот эта чашка уже будет у нас более ярко выражена. Это будет тот знак, который будет отличать все ваши изображения на вашем блоге и вообще все изображения и фотографии, которые вы выкладываете. Вот такой ручной способ, очень быстрый, очень простой, я использую. Все те инструменты, которые я упомянула сейчас в этом видео, ссылки на статьи по работе с этими инструментами будут находиться в статье моего блога, адрес статьи под этим видео. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч.